По традиции в сессионном зале практически не было свободных мест. На этот раз рядом с начальниками департаментов горсовета вместо помощников депутатов сидели женщины предположительно пенсионного возраста. До конца сессии одесситки не досидели и на исходе третьего часа покинули здание мэрии. После утверждения повестки дня депутаты приняли в свои ряды нового коллегу. Место сложившего мандат Александра Барникова во фракции «Самопомощь» занял Александр Захаров. На сессии депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру нового вице-мэра. Начальник департамента финансов Светлана Бедряга теперь будет параллельно выполнять функции заместителя городского головы и курировать гуманитарный блок, которым ранее занималась Зинаида Цверенько. «Направление из того социального блока, который был у Зинаиды Николаевны, я считаю, одни из самых сложных, одни из самых важных. В частности, направление здравоохранения. И на сегодняшний день это одно из самых сложных направлений не потому, что это здравоохранение, а потому, что это медицинская реформа. Хочу заверить в плане того, что на все комиссии, не только здравоохранение и другие, я всегда хожу, рассказываю. Так эта работа и будет продолжаться». Оживленные споры вызвала программа развития информационной системы градостроительного кадастра на 2017-2020 годы. Программа предусматривала выделение 5,5 миллионов гривен на обновление топографической карты города. Некоторые депутаты посчитали аэросъемку неуместной из-за дороговизны, однако архитекторы настояли на ее необходимости. Качество такой съемки гораздо лучше того, что предлагают гугл-карты. В итоге программу поддержали 46 депутатов. Долго спорили депутаты и о внесении изменений в целевую программу замены и модернизации лифтов. Оппоненты мэра заявили о том, что модернизация себя не оправдывает, даже новые лифты продолжают выходить из строя. Геннадий Труханов пообещал разобраться в проблеме, однако попросил коллег поддержать изменения в программу. Мы анализируем и постоянно в постоянном диалоге по этому вопросу. Что касается всего, что есть, конечно, то количество, как сказал Анатольевич, лифтов, которые мы сделали сегодня, есть и человеческий фактор, где-то сыграет, играет какую-то свою роль, кто-то некачественно что-то там доделал работы. Для этого существуете. Вы депутаты Одесского городского совета на своих округах контролируете работу, вовремя давайте нам сигналы, передавайте их в наше подразделение Анатолию Ивановичу, он будет контролировать вопрос. И вот так вот общим контролем, общими усилиями будем приводить все в порядок. Также депутаты заслушали обращение депутата Украинской морской партии Сергея Кивалова Светланы Асеуленко к парламенту и правительству Украины. У государства огромный долг перед одесситами, которые претендуют на субсидию. Мы можем констатировать факт, что на 1 ноября нынешнего года задолженность государства по субсидиям городу Одессы составляет 133 миллиона гривен. Количество семей, которые не в состоянии оплачивать в полной мере свои элементарные потребности на жизнь сравнительно с прошлым годом, значительно увеличилось и возрастает, к сожалению, с каждым днем. А по факту предприятия, не получающие в полном объеме средства, просто отключают эти семьи от потребления услуг. Большинством голосов депутаты поддержали обращение своих коллег из Украинской морской партии Сергея Кивалова. Я благодарна депутатскому корпусу, что поддержали данный депутатский запрос, потому что он более чем актуален. В преддверии зимы долг в 133 миллиона перед Одессой за субсидии, по начислениям за субсидии. Ну, знаете, это просто катастрофическая цифра. И я считаю, что премьер-министр должен незамедлительно вмешаться в эту ситуацию и принять меры. Виталий Хемий, Юрий Шинкаренко, телеканал Репортер.